Таксисты должны предъявлять лицензию, а пассажиры – документы, удостоверяющие личность. В нашем городе началась выдача разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа. Как проходит эта процедура и каким образом она отразится на челнинцах, предпочитающих этот вид транспорта, мы решили узнать у самих таксистов. Елена Трифилова работает в такси около двух лет. Работу свою любит. И неудивительно, что лицензию получила в числе первых. Самое главное, чтобы человек был индивидуальным предпринимателем. Все желающие могут получить лицензию при условии, что есть ИП, и печать обязательно нужна. Нужно подойти в мэрию, написать заявление с предоставлением вот этих документов. При себе необходимо иметь также паспорт гражданина России и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако, таксистов, получивших необходимые документы, пока в набережных Челнах не так уж много. Большинство только собираются пройти эту процедуру. Регистрация идеального предпринимателя, как вид деятельности такси, у него уже давно было зарегистрировано. Просто в данный момент, как сказать, более-менее устаканилось по регистрации. Документы уже приготовил, завтра собирался уже идти в администрацию подавать на регистрацию. Получить за столь короткий срок до 1 января 2012 года разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа всем таксистам, скорее всего, не удастся. Поэтому в некоторых фирмах нашли достаточно простой выход из ситуации. В частности, наши такси переходят 5 девяток из формы такси в форму машины по заказу. Разница заключается в том, что машины будут не как такси ездить, а строго по заказу. То есть клиенту нужно будет иметь с собой удостоверение и личности. И на этом будет оформляться форма заказа, и будем ездить точно так же. То есть закон этого не запрещает. В следующем же году водители также ждут некоторые трудности в организации работы. Причем не только в оформлении документации. Все машины должны быть одного цвета. Основная задача подготовки к следующему этапу, то есть это цвет. В основном в нашем такси водители покупают, приобретают сегодня белые машины. Они в наличии есть и готовятся к тому, что все-таки закон будет работать. Белые машины будут преобладать. Также в городе появляются службы такси, работающие по таксометру. Преимущество данного способа оплаты заключается в принципе, сколько проехал, столько заплатил. Что касается самой стоимости, совсем недавно подорожали поездки с нового города в поселке Зяпи-Гэс. В начале года еще раз поднимать цены таксисты не планируют. Полина Асачи, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.